на ремонте вот такая стиральная машина candy. модель называется cti 1245 или это i245 tve. не могу сказать точно. это единица или i. судя по этому. значит не подает признаков жизни. сама в принципе тут крутится. я проверил ремень двигатель визуально в нормальном состоянии. что необходимо сделать. откручиваем сзади заднюю крышку и добираемся до платы управления. и будем смотреть в чем проблема. итак по ремонту платы управления для стиральной машинки candy. здесь она так сделана. во-первых вот проблема. выгорели как минимум две дорожки с этой стороны. но выгорели они собственно сложно сказать из-за чего. может быть попадание влаги. а может замыкание там дальше по дороге на электродвигателе. но тут выгорели часть деталей. проблема в другом разобрать сложно. сама защита не припаяна. но для того чтобы разобрать надо высверлить заклепку. здесь не на винтике. а на заклепке. и поэтому нужно его сверлить. сейчас потом поставим на винтик немножко рассверлить. сверлом небольшого диаметра. шляпка когда рассверлится. а тут отгибаем ножки и вынимаем защиту. и будем смотреть есть ли возможность заменить детали. увидеть какие тут детали стояли. потому что они повыгорали. сейчас будем делать. рассверлить не сложно. заклепка алюминиевая. . сейчас возьмем более 4 сanii. разобрался на самом деле не сверло было не острое не сверлито просто не видно было заклепка вместе со сверлом крутится и поэтому она уже почти до конца дошло и буквально ножичком алюминиевую шляпку она прямо сошла все теперь что необходимо сделать здесь есть крепежи это такие ножки которые подогнули можно вытащить освободить и все теперь у нас есть доступ чтобы посмотреть что у нас здесь на самом деле что необходимо сделать сейчас это хорошо спиртом промыть здесь и здесь более того нужно немного проковырять но сначала промыть а потом даже выгребьте весь уголь через уголь будет проводить электро пробивать и замыкать поэтому плату нужно хорошо вычистить до текстолита это будем делать уже какими-то подручными средствами чухать до правильного цвета ну и так что у нас есть значит смотрите вот это здесь дорожка по питанию и шла вот на этот контакт здесь вот есть две дорожки сигнальная одна и шла на этот контакт 2 сюда но я так предполагаю больше здесь ничего такого нет скорее всего выгорело вот почему сюда пошла выгорать я не знаю но скорее всего выгорело вот это вот по питанию здесь 220 ее нужно сейчас хорошо расчухивать и затем вот по этим же дорожкам идет на вот этот вот эту часть которая перегрелась ее тоже нужно вскрывать расчищать с этой стороны оплавился конденсатор который этот точно нужно менять остальные в принципе подойдут и смотреть по схеме номиналы резисторов здесь тоже нужно будет вычихивать расчищать чтобы не было сажи ну собственно и все сейчас самое главное нужно посмотреть можно ли найти схему для того чтобы определиться с номиналами вот этих четырех резисторов ну все остальное а все остальное под вопросом нужно пробовать ну а сейчас нужно вычистить все до светлого цвета чистить будем разными подручными средствами просто вычихиваем да здесь текстолит желтого цвета защищаем все до желтого цвета убираем все лишнее потому что вид все весь черный цвет будет больше или меньше он будет проводить будет проводником и будет замыкать все равно будет приводить сначала к утечке потом перегреву и все равно снова выстрелить такая же электрическая дуга со временем вот такого состояния нужно убирать до полностью белого здесь такой желтовато розовый цвет текстолита тут даже насквозь прошла но это ничего страшного на той стороне дорожек нет поэтому это не проблема главное что не осталось ничего черного теперь сюда нужно вас нужно будет восстановить вот такие откуда-то из донора взять две дорожки можно даже вырезать с куском платы посмотрю как это возможно или просто посадить на эпоксидный клей это него это не проблема проблема осталась в том чтобы восстановить номинал и вот этих резисторов сейчас посмотрю что я смогу сделать итак чем все закончилось я смог поставить сюда резистор на столом сюда поставил 2 и 5 не пост не нашел поставил 2 и 7 килоом работает нормально значит с этой стороны просто здесь все было в ямах поэтому я просто перемычкой здесь поставил соединение но здесь тоже перемычками вместо утраченных вот этих дорожек вместо дорожек перемычки кинул на эту вот эти две перемычки это на тахогенератор а это питающая ее сделал из мощным проводником ну собственно все в принципе я поставил все работает вот таким не сложным способом можно полностью восстановить стиральную машинку как она будет включаться еще покажу но я уже проверил все работает теперь ставлю на место уже теперь вот этот теплоотвод для транзистора единственное что он был тут на заклепке я поставлю сейчас на винтик и даже термопасту термопасту сюда по стороны ну и все таким образом можно решить проблему стиральной машинке повторяйте оказывается это вот это выгорание этих двух резисторов типичная поломка нашел в интернете точно такой же выгоревший подсказали мне какие номинал этих резисторов мы подсказали но было на картинке я эту картинку выложу видео вы увидите ну вот такая ситуация повторяйте но как она включится я еще покажу ну что же плата установлена на место назад разъемы хотел обратить ваше внимание что у меня здесь также немножко был поврежден сам разъем здесь немножко оплавилась разъем состоит из двух таких вилка такая она обжимает контакт я вот так вот если открыть то эту вилочку можно перевернуть наоборот то есть вот там я оплавилась там как там был плохой я ее вытащил перевернул наоборот другим контактом и все и теперь контакт хороший контактирует она все равно только с одной стороны поэтому я поставил хорошим контактом на плату ну собственно и все теперь закрываю заднюю крышку открывается прикручивается на винты дальше будем включать пробовать и так была решена проблема подключил я сейчас включаю машинка работает работает нормально как я выяснил все таки проблема была в этих дорожках и двух резисторах думаю что речь идет о выгорании из-за влажности конденсат возможно холодное помещение стояло собирался конденсат и попрошивала конденсат плюс пыль начала прошивать по дорожке электричеством потому что и тут было выгоревшее и вот здесь разъем я поменял соединил просто был разъем выгоревший по между собой разъем сам сгорел контакты целые а по разъему началось то есть влажность была виновата а так вся электроника все целое повторяйте это не как кажется сложный ремонт но видим что обыкновенным инструментом это возможно исправить ремонт средней сложности всего доброго увидимся на канале